То есть есть горячий очаг внизу, магматический, который трещинами соединяется с поверхностью, куда по трещинам сбоку подтекает холодная вода, закипает, растворяет какие-то горные породы частично и течет дальше вверх, частью в виде пара, испарившись, частью просто в виде горячей воды. При этом происходит разделение веществ. Одни вещества идут в пар, как углекислый газ или сернистый газ, другие в жидкую часть, как натрий или железо. Если сверху течет совсем много воды, то она течет просто навстречу пару, и периодически водяная пробка перекрывает эти трещины, давление пара растет, вышибает водяную пробку, и мы наблюдаем гейзер. Если такого большого потока воды сверху нет, то пар просто выходит на поверхность, а на поверхности холодно, может быть даже снег лежит, этот пар тут же конденсируется. И получается тогда грязевой котел, вот такой вот серенький.